А ЕКТ относится к рекомендуемому? Нет. Или нет? ЕКТ вот это. Вот проверим. А, то есть вы еще не проверили, да? Они, наверное, стали новые. ЕКТ это в Екатеринбурге делают. Недобитый. Недосверленный. Лучше пересверли его в другом месте. Недосверленный. Давай в другом месте. Вот это интересно. Все зафиксировано. Отлично. А, ну здесь уже все не сдвинется. Это 210-й, да? Да. Не мерил их? 220-й. 220-й, да? Да. Близко к краю газобетона. Лучше пересверлить. Ну, я предлагаю, у нас тоже там стоял буквально 3-4 сантиметра. Нормально, да? Нормально, да? Ну ладно. По середине практически. Ну, тоже ж надо. Нет, вот край блок. На хреблок поставить. Тут на хреблок поставить. Да. Продолжение следует. Угу. Хорошо, preocu Mastery. Так. Так. Эй. Турбок поставить. Смотрите продолжение в следующей серии. Да ближе можно к этому. Так, еще есть? Ну прям по науке все бьет. Проводили когда дюбель шоу, большинство производителей дюбели отказались. Не досверлили. Не досверлили? Ну видимо да, я не знаю, не забивается. Вроде напомнил. Давай рядом еще засверлить. Я думаю сейчас мы дёрнем. Посмотрим значение. Можем просто ради интереса его дёрнуть. Я вот уверен, что нагрузка будет такая же как на этих. Ну вроде если вам просто интересно, можем нам и просверлить. А, ну в принципе нам. Я бы еще вот там вот все-таки забил бы. Пока это не сломали, давай засверлим. Засверлим. Жалко что-то. Засверлить они? Да, засверлим он здесь вот. Да, нам один положить. Чтоб логика была. Какой норматив вы используете для молотка? В данном случае. Я просто вижу, что он у тебя не соответствует. Должен быть 800 граммовый. 700-800 минимум. Ну, это вы. К чему это? Где практически нет монтажа? Нет. Просто могу из опыта сказать. Лёгкие молотки, когда используют, расхреначиваются дюбеля только. Вот 800 граммовый, 700-800 самый лучший. А у американцев в этом мануале всегда было минимум 600 грамм. Прям записано. МВФС, альянс, все там будет документация, прям, четко. Если это является на такой большой позиции, это прописано в технических характеристиках. Лучше просто в рекомендациях давать. Если в рекомендациях есть, то будем устанавливать тем, которые нет. Тактильным ощущением слабее дюбеля, да? Угу. Вот как раз показатель, что отлетела рандуль. Не то, что он там плохой, хороший дюбель. Срочно у него другой состав и... Вторичка. При забивании, да, он может треснуть. Сейчас начинаются холода, абсолютно все дюбеля станут более ломкие все. Чем он был жестче изначально, тем быстрее он станет ломкими. Могу сказать, не все дюбеля станут более ломкими. Определенно, не все, наверное. Честно будет сравнить, да, там, ценовой какой-то диапазон. Я имею в виду, что если мы сравним дюбеля в одном бюджете, понятно, мы можем взять какой-то топ уровень. Ну, конечно, изол термоклиповский все эти дюбеля сделает. При тридцати-тридцати пяти рублях за что-то. Такой ценой. Вкручиваемый, да. Офигенно любит. Мне очень нравится. Вкручиваемый еще и делай кто-то. А? Кто вкручиваемый сейчас делает? Термоклиповский? Термоклиповский, да. Николь, купили? Да. Это техно не тот. Да. Ну, я думаю, у них... Теперь у них политика будет. Узнаем. Строители на объемках мне говорили, что у них политика с точки зрения дюбелей принципиально, продавая работу, продают только свои. Иначе не продают. Вот. Волгограде заловались. Строители. 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 У них размещенка. У них размещенка. В эту техно-николь покупаете клея тоже техно-николь. Но клея-то у них размещенка все-таки пока. Не, они продают. Но это не их клей. Клей не их, но все равно как бы. Да. Да ладно, пусть он болтается так. Не, он не мешается просто. Подержать? Не, ну все, пожалуйста. Поехали. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это интересно. Как? capewritten. Ух. Уху. 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 Все, да? Нет, не все, он еще тянет. Тянет? Да. Это просто происходит там деформация пластика, стакана, так же, как на всех дюбелях, поэтому в моменте подскакивают значения. По-моему, все уже. Вот уже там вот растяжение пошли. 0,91, 0,92. 1, 1,02. А, есть, пошло. Чуть-чуть он тянется и цепляется там где-то, тянется, цепляется. Ну, вот примерно 1,04, 1,05, 1,06, на 7, на 8, на 9. Ну, он заметно выйдет. Ну, ладно, 1,09. Вот о чем я и говорил, да, что жесткий пластик, в данном случае, то есть он играет худшую роль, потому что наш, допустим, дюбель, да, он деформировался, ну, потянулся, мы его отпустили, и он назад вернулся. Почему на ваших объектах я ваши дюбеля руками выдергиваю постоянно? Ой, я не знаю, как так у вас происходит? Можете со мной покататься по объекту, попробовать, повыдирать. Ну, там без термоголовы, другие. Ну, какие другие? У нас, я говорю, профессиональные линейки, три вида их. И Залюра Петровича, красненький. Красненький Залюра Петровича. Ну, надо смотреть, я вам так не скажу, надо знать название. Просто это, скорее всего, дюбеля, да, без термоголовы. Без термоголовы, непрофессиональный линейк. Нет, без термоголовы давайте не будем. Они есть профессиональные, вот только вчера я, в пятницу, испытывал, это дюбель ИЗМ. У него практически точно такая же рандоль, стакан, только он без термоголовы идет. У него нагрузка, тоже там показал, 160-170 килограмм в бетоне. То есть он уже там ломается. Какой я сильный, пацан. Он русский. Не, конечно, я занимался. Качком был в юности, но не таким. Качком был в юности, он просто упадет вниз. Подхватываю деформацию, подскакиваю. Дальше, когда график выгружаем, видим, подскачил, и начинается вот сейчас процесс испытания. А так до этого в каких компаниях работали? Именно с крепежом. Я любил этих крепежей. И начал работать, и работаю. Это и работал в Филипсе. Как он был фактуарем, на его стороне. 145 было максимально, вся нагрузка пошла вниз, вырвали дебильное основание. 145, я так и показал. Ну, более-менее. Можно? Можно тест? Можно. Честно, тактильное ощущение не очень. Вторичка. Не нравится. Ну, ладно. Это мое субъективное мнение, но не имеет никакого отношения. Не понял, был скачок. Я говорю, это деформация пластика, то есть мы подхватываем его, чуть-чуть прыгает вверх, и дальше уже начинает непосредственно тянуть его. 1,54-1,56. 1,54-1,56. 1,54-1,56. Жалко, что в последний момент на том объекте заказчики отказались. Ну, ладно. А вот где судебный суд идет? А, кстати, как там все прошло? Еще все в процессе. Мы еще не знаем, что скажет судебный эксперт. А по поводу трещин или это и есть? Да там вообще полное нарушение всего. Именно вот. Трещины плитки? Которые с минваты. Трещины плитки? Нет, трещины плитки это другой объект. Ну, там вот. Был или нет? Посмотрим. Там был, и я туда сейчас еще поеду. Там будет еще, если тебе интересно, можно съездить. Здесь недалеко. на Новой Рике. А я тебе про тот, где неправильно смонтирован дом на продажу с минватой. Это сколько еще которых я тебе не могу показать, к сожалению. чуть-чуть вверх, не сверху если пробить. Где-то 55, даже, показываю. Здесь вот это хороший перфоратор очень. Очень легкий. Мощный. Потому что вечно приезжаю на обучение леса так стоят, что даже я боюсь на них лезть при своей безбашенности. В нашем возрасте знаешь, уже все уже есть. Да, в нашем возрасте. Поддержка лучше не рисковать. Раньше упала и раз через неделю все даже. Так я в прошлом году пробил аж два перекрытия лесов. Там было весело в таких синяках. Был удивлен, что ничего не сломал в этот раз. Ригели огневые. Хлопнули. Давай им объясняю ребятам худеньким. А потом их старший полез. Ну, почти как я. Но у нас все это дело не выдержал. 1,53. Минь. 1,53. Минь. Продолжение следует... Играет музыка Вот здесь вопросов очень много Мы с тобой пройдем, я тебе покажу Ты обалдеешь Дом 20 лет назад построил Да, люди вот купили, а вот теперь надо делать Ты видишь, что стенку выбери? А балка была рассчитана, наверное Такой широкий проем Разве можно такой? И какое там состояние бетона интересно внутри И прогиб, видишь, посерединке балки Ровно 150 Ну, тоже нагрузка здесь пошла резко Угу 158 Возьму 18 18 18 18 18 18 19 21 22 из новых блоков я думаю дергать тобой потому что их перевернешь там так гвозди у нас еще блоки есть не зря из после всех чемпионатов собираю все в дело все для царизита 1.18 2.18 2.18 2.18 3.18 4.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 7.18 8.19 8.18 9.18 7.18 Вот так. Вот так лучше видно, кстати, когда через телефон. Что-то уже всё, да? То есть опять пошло, да? 122, 125. Один остался только первый раз, да? Да. Не пошёл гвоздь в него почему-то. Мы всё время дёргали другие машинки были. Всё время с тремя ножками. Ну это та же самая машинка, просто она есть с двумя ножками, есть с тремя ножками. Красненькая такая. А, красная? Да, да, да. И импортная. Гидроджоуз. Британская. Да, 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 да. Это больше не актуально. Почему всё актуально? Ну, его стоимость. Да. Очень. Не актуальна его стоимость. Последняя даже у нас модель, которые были, они все были с механическими манометрами, и то они были гораздо дороже, чем этот. Недобитый дюбель чего-то. Он всё равно что-то цепляет, да? Ну, чуть-чуть. Ну, совсем мало, да. 06. Вот недобитый дюбель. Установим ещё один для эксперимента или, в принципе, всё понятно. 150 ровно происходит выров. Ого, нет больше. Ого, нет больше.